Сегодня праздник Курбан-Байрам, и я поздравляю всех верующих мусульман с этим светлым праздником. Несмотря на все сложности пандемии и ограничения по коронавирусу, праздник должен быть праздником. Это очень важный день в жизни ислама. Пусть все будет хорошо, пускай дом будет полная чаша. Этот праздник, который показывает единение людей, наверное, носит некий общечеловеческий смысл. В общем, поздравляю всех, кого это касается. Совсем недавно я участвовал в социологическом опросе, связанном с экономическим состоянием региона. Но, как все социологические продукты, он был построен по схеме «да-да, нет-нет, оцените вас столько-то баллов» и так далее. В общем-то, не позволял задуматься над тем, что происходит, а позволял только давать оценку тому, что происходит. Но, пройдя этот соцопрос, я понял, что, наверное, нам надо начинать уже углубляться в причины происходящего в экономике в Башкирии. А происходят в экономике Башкирии очень неприятные и нехорошие вещи. И хотелось бы понять, с чем они связаны. Судя по всему, сравнение с Татарстаном стало для нас неким проклятием. И уже даже Владимир Путин на заседании Госсовета начинает подкалывать Хабирова на тему, когда же вы догоните Татарстан. Если раньше это было периодически, то теперь это происходит все время. При том, что всю эту идею породил сам Хабиров еще в самом начале своего правления, когда он требовал создать ситуацию, когда зарыдает мэр Казани и прочее. Однако теперь, конечно, нам это очень не на руку. Мы, очевидно, видим, что отстаем от Татарстана уже даже не на полкорпуса, а существенно больше. И понять причину вот этого отставания, причину того, что мы топчемся на месте в такой достаточно сложный период для экономики и страны, и республики, очень важно. Несмотря на то, что в управление правительством, по сути, призван всесильный и всемогущий Андрей Назаров, результаты пока очень скромные. И основной причиной вот этого хаоса в экономике Башкирии я вижу все-таки то, что так и не удалось создать внятной и понятной структуры управления правительством. Так и не став премьер-министром де-юро и формально, Назаров попал в очень сложную и довольно глупую, на самом деле, ситуацию. В том смысле, что у нас все-таки два первых вице-премьера. Илшата Тажидинова, изрядно пощипанного и усеченного в функциях, никто не отменял. Отползя в болото бюрократии, Илшат Азаматович сидит очень плотно, никто его выдернуть из этого болота так и не смог. Несмотря на то, что желающих очень много, включая самого Хабирова. И вот это вот фронда, вот это глухое непонимание чиновничьего аппарата, оно, конечно, в первую очередь и является тем самым тормозящим фактором. Важно отметить и то, что целеполагание вот этой новой экономической части правительства и старого правительства, которое так или иначе противостоит новой его части, заключено в том, что проблема в понимании целей, задач и их достижения. Если бизнесмен Назаров всегда ставит себе задачу некий результат, ну, как любой бизнесмен, да, там, заработать денег, там, что-то построить, что-то там, усовершенствовать, что-то внедрить, то для чиновников традиционно основным смыслом существования был сам процесс. Для них не важен, по сути, результат, хотя сейчас, ну, начинают потихонечку спрашивать там за всякие KPI и чего вы сделали за последний год. Ну, и здесь тоже можно счастливо избежать какой-то критики или наказания. Там, возьмем за пример, там, какую-нибудь Ленару Хакимовну Иванову или там, тем более, значит, какого-нибудь Забелина, который мастерски манипулирует цифрами, статистиками и прочими данными, в общем-то, уходит от ответственности, и мы не можем до конца понять, насколько эффективно работают эти люди. Вот примерно в такую ситуацию попав, Назаров, конечно, по сути, обречен. Кроме всего прочего, так остается и непонятно, что, в общем-то, хотел Назаров, приходя на эту должность. То есть этим вопросом, наверное, задаются многие. Многие недоумевают, зачем вполне себе, богатому, обеспеченному, одному из самых успешных бизнесменов Подмосковья вдруг было приходить тут в эту странную республику Башкортостан, но если отбросить в сторону сентиментальной мысли о том, что человеку вдруг захотелось нанести пользу своей исторической родине. Я и сам недоумеваю, зачем нужно это все Андрею Геннадьевичу Назарову. В том смысле, что становится очевидным, что его личные бизнес-структуры и его бизнес вряд ли почерпнет что-то полезное и выгодное здесь в республике. Примером тому является ситуация с Зеленой Рощей. Помните, да, когда была предпринята попытка со стороны Гранели там чего-то начать строить, чего-то взять и так далее. То есть все встали на дыбы, поднялся ор на тему, что Назаров захватывает республику, была включена задняя скорость, ситуация обнулилась. Ну, понятно, сам Назаров, наверное, денег не заработает. Ну, полагать, что он тут, значит, из каких-то альтруистических соображений вдруг решил Родину выручать, я пока тоже не берусь. Значит, есть какие-то более сложные и пока нам непонятные причины. Надеюсь, что когда-нибудь мы их поймем. Еще одной проблемой управления экономикой в республике является раздвоение властей внутри самого Белого дома, я имею в виду на администрацию главы и правительство само по себе. На данном этапе я отмечаю совершенно небывалое, абсолютно чудовищное участие администрации главы республики в экономических процессах региона. Никогда такого не было, чтобы администрация и руководители администрации, господин Сидякин, так участвовали практически во всех сферах народного хозяйства. Куда не ткнешь, везде Сидякин. Какие-то сельхозпредприятия Сидякин, транспорт Сидякин, речной порт Сидякин, министерство по поддержке предпринимательства опять Сидякин. Ну, неизбежно, конечно, проколы и провалы. Вот эта история с Бойцовой, конечно, четко проиллюстрировала то, что нельзя допускать управление частями правительства разными структурами со стороны администрации главы. То есть здесь абсолютно очевидно, что госпожа Бойцова – это креатура Сидякина, он ее крошевал и, как говорится, докрошевался. Но все это вместе создает тот самый хаос и непонятную ситуацию, в которой на местах чиновники, например, главы администрации районов и городов, понимают, что совершенно невнятно устроено руководство. Между этими всеми силами можно начинать лавировать, а самое главное – можно начинать преследовать собственные интересы. Яркий пример такого предпринимательства на фоне хаоса является наш незабвенный город Нефтекамск. Вот пока здесь две половинки Белого дома разбираются и тянут друг на друга одеяло и выясняют, кто из них главнее и кто больше руководит экономикой, в этот момент в Нефтекамске клан Мавлеевых, например, решает свои собственные экономические задачи. Вот, собственно, та фундаментальная проблема, которую я обнаружил, размышляя о том, почему же наша экономика пришла в то положение, в котором она сейчас находится. А теперь, естественно, надо переходить к разделу «что делать». Этот самый извечный наш русский вопрос, вот здесь, наверное, ответ напрашивается сам собой. Делать нужно только одно – нужно навести ясную и понятную конструкцию в управлении экономическими сферами республики. Отдайте политику политикам. Дело в том, что увлекшись вот этим зарабатыванием денег, там, выколачиванием каких-то, значит, непонятных средств и участием в экономике, политический блок республики, в общем-то, совершенно перестал работать свою собственную работу. Мы видим, насколько плачевным состоянием находится внутренняя политика в республике, что все пошло в разнос. Значит, бабы пьют, мужики стирают, как в той знаменитой поговорке, господа Бодранов и Кельсенбаев занимаются совсем не внутренней политикой и упускают процессы, которые пошли на самотек. В общем, конечно, по-моему, Белому дому нужна хорошая встряска, нужно провести какую-то черту где-нибудь по центру, по оси этого здания и разделить полномочия на экономические и политические, иначе все смешалось. И в скором времени этот хаос, наверное, нас может привести к еще более печальным результатам на фоне тех процессов, которые идут вообще-то в экономике России. Вообще-то у нас наступил вот этот тот самый пресловутый черный август, мы видим биржевые котировки, мы видим, куда катится экономика, никому нафиг не нужна наша нефть, и вот на фоне этого происходит вот такое вот растаскивание полномочий внутри республики. В общем, по-моему, на это нужно обращать внимание самым срочным образом. В одной из предыдущих передач мы говорили о проблеме орфанных заболеваний, вот этой странной попытке заполучить там 3 миллиарда одной из общественных организаций на покупку каких-то чудо-лекарств и так далее, и так далее. И вот на прошедшей неделе стала известна еще одна пикантная подробность. Дело в том, что Элеонора Романова из вот этой организации «Хантер Синдром» много лет борется за то, чтобы навести порядок в этой ситуации и за то, чтобы виновные в гибели детей по причине того, что не были вовремя поставлены лекарства, были наказаны должным образом. Много раз ей отказывали в возбуждении уголовных дел, много раз уголовные дела уходили там в песок куда-то под сукно, и вот на прошедшей неделе стало известно, что новый прокурор Республики Башкортостан вернул на доследование уголовное дело, по сути, возобновил это уголовное дело в отношении тех чиновников, которые допустили эти трагические события, связанные с орфанными заболеваниями. И самое пикантное, что эта история, которая длится уже много-много лет, на самом деле касается очень существенных фигур, которые до сих пор находятся на политической шахматной доске Республики. Это очень значимые фигуры, и вот эти тяжкие обвинения в халатности и в допущении вот этих трагических событий на самом деле звучат в адрес госпожи Гумеровой, Лилии Гумеровой, ныне сенатора от Республики Башкортостан, господина Сарбаева, в то время который был премьер-министром Республики Башкортостан, а также в адрес двух бывших министров здравоохранения, господ Евсюкова и Шибаева. Именно этих людей Элеонора Романова обвиняет в гибели своего сына и гибели нескольких других детей. Именно этих людей она обвиняет в том, что они были причастны к незаконным испытаниям препаратов на территории Республики Башкортостан в пользу западной компании Шаер и дистрибьютора этой компании Фармимпекс. Я не знаю, чем закончится расследование этого уголовного дела. Насколько мне известно, господин Ведерников поручил следователям резюмировать обвинительные материалы по этому делу до 16 августа. Так что осталось ждать недолго. И если эти обвинения прозвучат в адрес сенатора от Республики Башкортостан, экс-премьер-министра и двух министров здравоохранения, это, конечно, будет сенсация. На минувшей неделе в палаточном лагере Миловского парка, который продолжает уже второй месяц стоять на перекрестке дорог около недостроенного объекта, случилось собрание других объектов долевого строительства, попавших в сложную ситуацию. Дольщики собирались, обсуждали ситуацию. Судя по всему, пришли к выводу о том, что ничего так толком и не делается. Договорились до того, что нужно объединять усилия, ну и так далее. Я бы хотел порассуждать на эту тему вот в каком ключе. Который раз уже происходит попытка объединения сил дольщиков, и который раз, в общем-то, ничего не происходит. Надеюсь, что в этот раз, может быть, будет и по-другому, хотя поводов полагать таким образом у меня никаких нет. Проблема обманутых дольщиков в том, что каждый сам за себя. Они не могут объединиться и не понимают того, что вместе они существенно усиливают воздействие на государство. И даже в нелинейном смысле. То есть 2, 3, 4 объекта – это усиление даже не в 2-3 раза, а в 10-20 раз их усилия и их влияния. Ну, посмотрим, насколько на этот раз удастся дольщикам объединить свои усилия. В отношении Миловского парка абсолютный игнор идет со стороны властей. Я так понимаю, что власти просто обиделись на то, что они не согласились свернуть свой лагерь, и теперь, значит, кто кого пересидит. Надеюсь, что дольщики пересидят власть. А вот с Серебряным ручьем ситуация такая, что, как говорится, подождем до 6 августа. До 6 августа остается 5 дней, и 6 августа было обещано огласить им внятную и понятную дорожную карту, как будет решаться проблема их объекта. Немного о ситуации вокруг конфликта на улице Шатару ставили 5. Там, где Андрей Носков, пытаясь построить 34-этажную башню, вступил в конфликт с местными жителями, которые полагают, что из-за этой стройки разрушаются их дома. И, в общем, вот там эта битва идет уже который месяц. На прошедшей неделе сенатор от Республики Башкортостан Ирик Елалов в эфире «Эхо Москвы» прокомментировал эту ситуацию с той точки зрения, с которой он ее видит. Ирик Ишмухамедович был очень осторожен в своих формулировках. Он сказал, что если у Носкова все в порядке, то будет очень сложно оспорить строительство этого 34-этажного здания. Но когда Ирик Елалов был мэром, и они исследовали этот склон на Шатару ставили, речи никакой не шло о том, чтобы строить там дома выше 12-ти этажей. Там очень сложная геологическая обстановка и так далее, и так далее. Ну, Ирик Ишмухамедович человек очень опытный, он понимает, что ему категорически оценивать ситуацию нельзя. И заявить о том, что Андрей Носков, например, не имел права там строить этот дом, и все это какие-то там уловки и прочее, Елалов не мог, но, прямо скажем, непрозрачно на это намекнул. В общем-то, ситуация противостояния активистов Шатару ставили пять и мэрии зашла, на мой взгляд, в тупик. Риторика переросла в истерику, и даже многие жители вот этого дома по Шатару ставили пять вдруг начали понимать, что, наверное, присутствие вот этих вот профессиональных активистов в лице госпожи Демидовой и господина Апаева и прочих Архматулиных на их там территории, в их проблеме, видимо, ведет к тупику. И тут я соглашусь с жителями Шатару ставили в том смысле, что вот этим ребятам им же главное пошуметь. Помните, да, вот эту историю с Башей РТС, когда они бурно вышли протестовать и требовать, и потом тут же послушно слились, только потому, что они исполнили свою функцию, задачу, и совсем не функцию наведения порядка в платежах. И здесь примерно та же ситуация. Им важен хайп, они должны покричать. До чего докричаться там Демидова, Апаев, Рахматуллин и управляемое имя Аллы Яковлеву, я не знаю. Мы хулиганы, мы мельче, чем он. Он крупно, а мы по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Покажите, только попробуйте, вот кусочки вырежете, я вас засужу всех. Это что это такое? Это кто это? Это что за чудо? Откуда он взялся? Не трогайте меня, коронавирус. Ведь любая Люба может стать звездой Ютьюба. Но мне кажется, что на самом деле в этой ситуации, в этом конфликте надо переходить к какому-то диалогу. Тут и мэрия ведет себя категорически неконструктивно, но, судя по всему, нужен некий рефери, который ту и другую сторону успокоит, сведет вместе, посадит за стол и как минимум заставит разговаривать. Очень много разговоров на прошедшей неделе было о том, что запущенный на проспекте Октября фонтан Журавли вдруг вызвал резкое недовольство местного населения тем, что он превратился в скопление, абсолютно неконтролируемый хаос людей, детей, какие-то горы мусора, отсутствие туалетов и прочее. В общем, вот это, казалось бы, благо для жителей Уфы обратилось в какое-то безобразие и хаос. И вот еще один аспект, который, похоже, надвигается на нас, это Советская площадь. На прошедшей неделе стало известно, что власти намерены вырубить несколько десятков вековых либ, которые почему-то мешают реконструкции Советской площади. Мы помним о том, что на Советской площади планируется воздвигнуть монумент генералу Шеймуратову, что это очень будет такое в стиле албанской диктатуры высокий постамент, на нем конная фигура, и вокруг, видимо, будут развиваться знамена и так далее. Что-то такое из стилистики Анвара Хаджи, либо Ким Чен Ына, ну да ладно. Но при чем здесь вот эти вековые липы, совершенно непонятно. Жители окрестных домов и вообще центра резко негативно отнеслись к этой идее, протестуют против идеи снести эти растения, эти деревья, которые, в общем-то, все помнят и сажали уже неведомо когда. Не знаю, чем это все закончится, но, честно говоря, архитектурные инициативы нынешней власти и нынешней администрации все больше и больше походят на вандализм. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова